Ярким и радостным событием отмечено приближение Нового года для ветерана труда блокадницы Ленинграда Галины Цветковой. Накануне ее посетила Лилия Корниенко, руководитель общественной приемной партии «Единая Россия». Она поздравила ветерана с наступающими праздниками, вручила подарки, пожелала крепкого здоровья и долгих лет жизни. Новый год у порога, и этот наступающий 2020-й станет годом 75-летия Великой Победы. Поэтому особый почет ветеранам, работникам тыла, взрослым и детям, перенесшим тяготы тяжелого времени. В гости к такому человеку, Цветковой Галине Викторовне, которая ребенком оказалась в блокадном Ленинграде, с поздравлениями пришла руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Лилия Корниенко. С Галиной Викторовной их связывает долгая совместная работа на волжском пекаре. Тогда было не так много на предприятии. Человек 600, когда я заступила директором. Ну, 600 человек было запомнить легче, чем 1600. Поэтому и как-то мы так вот жили, мы знали друг друга. Ветераны, это клад, вот сколько они знают. Вот все надо записывать, все надо фиксировать. Вот это вот, каждое их слово, потому что это правда. В роду Галины Светковой, девичьей фамилией которой Ромашевская, польские дворяне. Отец со студенческой скамьи ушел на фронт, а самой Гале было 7 лет, когда началась блокада Ленинграда. Ее семье повезло. Выжили и мама, и она с братом, эвакуированные в 42-м по Волжье. Но до этого успели хлебнуть лихо. И в памяти осталось многое. И как лежала мама, которая уже не могла ходить, и как спасло детей то, что их взяли в детский сад. Все помню. Я помню, что первый день, первое утро в детсаду дали пол яйца на завтрак. Брат с 39-го года был. И когда я пришла из садика в первый день, он мне просит принеси хоть корочку хлеба. И я матери говорю, мама, мне карман к ритузам пришей. И вот мама мне карман пришила к ритузам вот сюда. И на другой день я ему корочку хлеба принесла. После войны семья переехала в Тверскую область. И позже Галина Викторовна стала диспетчером на хлебокомбинате номер 2 на Неволжском пекаре, где проработала 40 лет. Недавно она отметила свое 85-летие. Подарками ей к Новому году стали микроволновый печь, торт и новинки от родного хлебокомбината, а самое главное – драгоценные минуты внимания и общения, принесшие всем заряд бодрости и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова